Еще раз здравствуйте, господа! Я вас всех приветствую в своей группе, в нашей группе, в нашей комнате. Большое вам спасибо, что вы посещаете тренировки, так как я уже сказал раньше, деньги только в тренировках. И если вы подписываете человека в бизнес, и он не приходит на тренировки, значит не тратьте свое время, это просто, этот человек как пришел, так и выйдет. Толку таких людей нету. Это, знаете, парадокс. Я в сетевом бизнесе нахожусь с 1980 года, с августа 1980 года, уже 42 года. И видел многое. Взлетал на самые вершины и также падал на самый низ. И это у меня было несколько раз. Заходил в проекты, которые работал, как папа Карла, и они лопались, как мыльные пузыри. Заходил в проект, вкладывал и работал, и проект закрывался. Я прошел огонь в воду и медные трубы. Допустил много ошибок. Но я всегда, подчеркиваю, всегда учился на своих ошибках, чтобы не допустить другую. И одна из причин, почему я делаю эти наши тренировки, чтобы вы учились на моих ошибках, зачем вам их повторять. Поэтому это очень важно, господа, посещать наши тренировки. И поэтому я трачу свое время и каждое воскресенье, встречаясь с вами, делаю презентацию для того, если вы приводите новых потенциальных партнеров. И всегда вам даю возможность задать мне вопросы и дать вам ответы. Перед тем, как я начну, я хочу поздравить одного человека в нашей группе. Одного из лидеров. Его зовут Артур. Артур в моей группе, он у меня на первом уровне, если я не ошибаюсь, он из России. Артур уже подписал, в его группе уже больше 177 тысяч партнеров. 177 тысяч. Почему я делаю такое ударение? Потому что в моей группе всего только 174 тысячи. Он уже меня обогнал на 3000. Потому что уже его, например, 12 уровень, это уже ниже моего 12. И к чему я это вам говорю, господа? И я уверен, что у нас, может быть, даже есть люди еще с большими структурами внизу, которых я просто не могу видеть. У нас это, знаете, много лет назад, когда я занимался боксом, я занимался с таким человеком, тренировался, Дзеннис его звали. Он уже, он погиб в 90-е, земля ему пухом. И он был старше меня. И он уже в то время, когда он боксировал, он уже начал тренировать молодое поколение. И был один международный турнир, мы там все вместе участвовали. Он боксировал до 67 килограмм, был уже мастер спорта. И он в финале встретился со своим учеником. Кстати, его ученик в этом соревновании выполнил тоже норматив мастера спорта. И что самое интересное, он ему проиграл, тренер проиграл своему ученику. И я тогда помню, это было, если я не ошибаюсь, может быть, 77 год. И я к нему подошел и говорю, Дзеннис, ты не это самое... Я хотел его подбодрить, я думал, что он расстроился. Потому что он проиграл бой своему ученику. Он на меня посмотрел, и я никогда этого не забуду. Он мне говорит, Майкл, ты что? Это самый счастливый день в моей жизни. Если ты смотрел бой, ты видел, что я бился в полную. Я ничего, это самое, не поддавался. Я дрался, как настоящий боец. И бой был обалденный. Они все три раунда мочились так, что ой-ой-ой. И тогда он мне говорит, я рад, что мой ученик, человека, которого я учу, стал лучше, чем я. И поэтому, к чему я это вам говорю, господа, что мне очень приятно, когда в моей группе есть человек, который уже побил мой рекорд. Это значит, что это лидер, который идет вперед и делает только одно – работает. Вы знаете, что, наверное, 97% людей в сетевом бизнесе не зарабатывают деньги. Это факт. Зарабатывают только 3%. Почему так происходит? По одной простой причине. 97% людей не работают. Они все ищут волшебный проект с волшебным продуктом и волшебным маркетингом. Они думают, что будет проект, который они придут, и они сразу заработают басновные деньги. Господа, такого не бывает. В любом бизнесе, в том числе и нашем бизнесе, он не отличается от традиционного бизнеса ничем. В бизнесе, господа, надо работать. Одно из самых главных в сетевом бизнесе – это тренировки. Я пришел в сетевой бизнес в 1980 году, в августе месяце. Уже 42 года. Уже начался 43-й год, как я нахожусь в сетевом бизнесе. Господа, я прошел огонь, воду и медные трубы. Я взлетал вверх и падал вниз. Я попадал в проекты, в которые я верил и прыгал, как говорится, с обоими ногами. Пахал, как Папа Карло. Носом пахал землю. Тратил очень много времени. И компания закрывалась или лопалась. И я не зарабатывал ни копейки. Только терял. Я тоже такое проходил. Но каждый раз, когда я допускал ошибки, я забирал от этого только самое хорошее. Потому что, господа, знания, они бесценны. Поэтому все, что я делаю на сегодняшний день, построено на моем опыте. На опыте, когда я взлетал. И на опыте, когда я падал. Я строил организации более 100 тысяч дистрибьюторов несколько раз. И самое большое мое достижение было, я был в проекте, в котором я построил организацию. Я не помню точное количество, но это было больше 400 тысяч партнеров. У меня многие спрашивают, особенно знакомые люди, с которыми я уже работаю в сетевом бизнесе много лет. Особенно те, которые идут всегда за мной. А в основном они идут, большинство за мной, потому что они со мной заработали в предыдущих бизнесах. И всегда задают мне один и тот же вопрос. Майкл, ну в чем твой секрет? Почему ты зарабатываешь в каждый бизнес, куда ты не идешь? Мы видим, ты всегда строишь большие структуры и всегда зарабатываешь деньги. Господа, секрета нету. Потому что он такой простой. И это одна из причин, почему люди на него не обращают внимания. Это не секрет. Надо работать. И ваша работа заключается, особенно в начале, в том, чтобы посещать тренировки. Вы знаете, что по статистике, после того, как вы послушали одну и ту же информацию шесть раз, через два часа вы забываете 68% плюс-минус. Это факт. Поэтому я и говорю, что надо посещать тренировки. Когда-то, много лет назад, когда мне это сказали, я думал, что за чушь. Как я заработаю деньги, просто тренируюсь. Но это правда. Потом, мне, господа, заняло это 10 лет. Я начал зарабатывать первые серьезные деньги в 1991 году. Я просто заработал такие деньги, что большинство людей за всю свою жизнь не увидят. Это произошло в 1991 году. А начал я в 1980 году. Больше 10 лет мне заняло. И тогда я начал понимать. То же самое, как в спорте. Я провел, я занимался боксом 12 лет. Провел 130 боев. Был мастер спорта. И все было построено на тренировках. И потому что я тренировался тоже, как папа Карло. Были времена, когда я тренировался 5 раз в неделю, 2 раза в день. Особенно это было на сборах. И я добился определенного результата. То же самое здесь, господа. Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. И если вы этого не понимаете, ничего в этом страшного нет. Но вы должны кому-то поверить. Я не знаю, может быть, я надеюсь, вы поверите мне. Может быть, вы поверите кому-то другому. Но иногда в жизни приходит такой момент, когда нам надо просто поверить, господа. Все. Все, что от вас требуется. Поверить. Еще одна просьба у меня к вам. Если я вдруг, как говорил это уже, или буду повторяться, не обращайте на это внимания. Очень важно, чтобы вы все зашли и говорили своим партнерам, чтобы зашли на Google Play или Apple Play. Apple Store, в зависимости от какой у вас телефон, обязательно зашли на наше приложение и дали хорошее ревью. Я обратил внимание, некоторые люди, особенно англоязычные, дают вот такое ревью, такого содержания. Классный проект, но он еще в работе, потому что еще не все запущено, и у нас еще много глюков. И когда вы даете такое ревью и ставите пятерку, то от этого плюс будет вам всем. Почему? Потому что, когда вы рекламируете бизнес на интернете без контакта с человеком. Поэтому очень важно, чтобы у нас наш рейтинг стал идти вверх на нашем приложении, так как происходит такая картинка. Люди рекламируют на интернете. И я делаю то же самое. И у меня подписываются люди с интернета. И очень часто, или большинство людей, которые записывают, в смысле подписывают людей на интернете, у них нету с этим человеком контакт, они никогда с ним не говорили, они даже не знают друг друга. И тот подписался, или просто увидел информацию, пошел на свой Google Play, например, открыл рейтинг, засмотрит, что там много людей жалуются, что не работают. И все, на этом весь его интерес пропадает. Потому что он не знает, что происходит. Когда я подписываю людей на интернете, если вы когда-нибудь видели мои рекламки, потому что в основном я рекламирую на Facebook, их очень много. И мои личные, если я имею в виду мои личные рекламы, вы никогда не увидите, чтобы я выставлял свой код. Этому причина есть. Почему? Я не ищу количество. Я ищу качество. Господа, у меня достаточно денег, я могу купить. Тут очень много фирм за плату. Они дают такие рекламы. Я могу подписать миллион человек. Но в моем понятии мне не нужно количество. Мне нужно качество, потому что большинство этих людей уйдут. Так как они не понимают, что происходит, и естественно, люди никогда-никогда не хотят ни у кого ничего спрашивать. Все умные, все все знают. Поэтому, когда я рекламирую свой бизнес, панда-приложение, я никогда не выставляю код. Я всегда прошу людей. В смысле, я не прошу людей. Люди задают мне вопрос. И вот это то, что я ищу, я выхожу с ними на контакт. И я вам объясняю, что наше приложение еще в разработке, еще не закончилось. Мы только в бизнесе, ну, уже почти год. 29 октября будет первый год. Поэтому у нас есть еще глюки. И это нормально. Я делаю, рассказываю про WhatsApp, у которого были серьезные глюки первые 2-4 года. А нам только один год. Поэтому у вас есть два выбора. Зайти сегодня и сразу начинать зарабатывать. Или подождать, я не знаю, месяц, полгода, два года. Пока все не заработает отлично. Только тогда у вас будут кусать, вы будете кусать локти. Потому что большинство людей уже, кого вы знаете, уже будут в бизнесе. И вы знаете, никто, после все те люди, которые мне написали на Facebook, потому что их заинтересовал бизнес, и я вышел с ними на связь. Я им сразу всем говорю, я хочу с вами поговорить голосом. Если кто-то не хочет со мной говорить голосом, я свое время не трачу. И я им просто объясняю, что есть глюки. И все те люди, которые подписали, особенно последние, таким образом, они все работают, у всех строят структуры, и они делают то же самое. Запомните, господа, если вы... Все люди, которые меня знают уже давно и слушают мои тренировки и встречи, знают, я очень часто говорю. Люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите делать. Я повторю еще раз. Люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите им делать. Поэтому это, господа, очень-очень важно. И если вы начнете свой бизнес правильно, то все будут работать правильно. Сейчас я открою свой экран и сделаю вам презентацию, и после этого я дам вам возможность задать мне вопросы и постараюсь ответить по мере возможности на все вопросы. Значит, одну секундочку. Дайте мне только знать. Виден мой экран? Да, видно, Майкл. Окей, все, спасибо. Господа, перед тем, как я начну, я всегда, в принципе, говорю об этом. И это очень важно. И я буду продолжать это говорить на каждой нашей встрече, потому что это один из самых важных моментов, который каждый партнер, дистрибьютор, потенциальный дистрибьютор в нашей компании должен это понять. Потому что если вы поймете именно то, что я сейчас скажу, может быть, вы не будете понимать, как работает система, это все дело приходящее, вы этому научитесь. Но если вы поймете именно то, что я сейчас скажу, не просто услышите, а поймете, чтобы оно зашло к вам в ваше подсознание, тогда вы поймете весь, ну, серьезность всего того, что вы услышите после этого. Господа, в мире, в котором мы живем, вся экономика всего мира зависит от мировой биржи. Мировая биржа, самые крупные мировые биржи, основания, фундамент, это Нью-Йорк в Америке, это Токиа, Япония и Лондон, Англия. Вот эти три мировых биржи, которые контролируют экономику всего мира. Может быть, для кого-то это непонятно, может быть, вы улыбаетесь, даже не думайте об этом. Если вы когда-нибудь захотите поговорить со мной на эту тему, я вам расскажу, объясню, почему, и эта информация есть уже везде. И сейчас уже есть разветвление по всему миру, в Китае, в России, Украине, Прибалтике, во многих странах есть свои биржи, но они все, все присоединяются к первой бирже. То есть, Нью-Йорк, это правильно называется, Нью-Йорк Стак Эксчендж. Вы имели представление, какая она крупная, в ней проходит в день больше триллиона долларов. Вы вообще представляете, что такое за цифра? Триллион. Не миллион, не миллиард, триллион. В триллионе тысячу миллиардов. В миллиарде тысячи миллионов. Это даже не представляете, вам жизни не хватит считать раз, два, три до триллиона. Какая крупная эта цифра. К чему я вам это говорю? На мировой бирже все время существует определенное количество компаний, которые находятся на мировой бирже. Это не так легко туда попасть, это стоит очень дорого, и вы должны быть крупной компанией. Где они все время продают свои акции. Акции продаются каждую минуту, каждый час, 24 часа в сутки. Продается, покупается, продается, покупается. Поэтому, когда я говорю, что только в Нью-Йорк Стак Эксчендж проходит более триллиона долларов в день, это не значит, что это продаются разные, это продаются одни и те же акции. Акция пошла вверх, ее продали, она пошла вниз, ее купили. Она пошла вверх, ее продали, она пошла вниз, ее купили. И такие транзакции происходят очень много раз, миллионы раз в день. Окей, на определенные суммы. К чему я вам это говорю? Во всех этих компаниях есть такие люди, аналитики. Это очень высокооплачиваемая зарплата, работа. Это очень грамотные люди. Это одаренные люди. Не каждый может стать аналитиком. Это надо много лет учиться. Это непростая профессия. Это профессия не для всех. Поэтому в моем понятии это очень одаренные люди. И эти люди сидят в своих компаниях, в финансовых компаниях. И это такие люди есть везде. В страховых компаниях, в банках, в любой другой финансовый институт. Ихняя работа, они смотрят за stack exchange или мировой биржей на своих компьютерах. Смотрят, делают, анализируют определенные акции, компании, где они считают, что они могут купить. И они начинают, опять, когда идет акция вверх, продается, идет вниз, покупается. Это философия любого профессионального инвестора. Покупай, когда внизу, продавай, когда наверху. И такие транзакции люди делают несколько раз в день. С те же самими акциями. Но это я имею в виду профессионалы. Потому что здесь надо знать, что вы делаете. Аналитики, как они это делают? Не потому что дядя Федя или тетя Роза сказала, покупайте эту компанию, она классная. Нет. Они анализируют. Они никто. Господа, я хочу повторить. Это очень важно, чтобы вы запомнили, что никто, никто, ни я, ни вы, никакой профессионал, самый умный, самый классный, не знает, что будет завтра. Если вам кто-то предлагает бизнес и говорит 100% гарантия, плюйте и убегайте. Вас просто обманывают. Или человек не знает, не имеет никакого понятия, что он говорит. Нельзя говорить гарантию. Можно проанализировать так же самое дело, как это делают аналитики. Перед тем, как им потратить деньги на ту или иную акцию, они анализируют эту компанию. В зависимости, сколько лет компания в бизнесе, это может быть молодая компания, как мы, это может быть старая компания. Они смотрят, что компания сделала за полгода, за год, за три года, за пять, за семь, за десять. Это не просто так. И анализируя, что было вчера, они приходят к определенному знаменателю, что будет завтра. И благодаря этому они начинают покупать акции. И как только акция пошла вверх, они ее продали, пошла вниз, они ее купили. В криптовалютном бизнесе немножко по-другому. Что значит по-другому? Здесь не продают и покупают, покупают и продают. Здесь желательно купить. Если вы попали в правильном время, как мы, когда она еще очень дешевая, и держать их. Вы знаете, что, ну, многие, наверное, с этим столкнулись. Я приведу пример биткоин. Я с биткоином уже работаю восемь лет. Больше восьми лет. И, кстати, вот 20 августа, то есть через четыре дня будет ровно восемь лет. И когда я начал заниматься криптовалютой, я мало в чем разбирался. Но почему я вам это говорю? Многие мне жаловались. И до сих пор жалуются. О, я потерял деньги на биткоине. И когда мы начали с ними общаться, что произошло? У меня в моей семье, мой двоюродный брат, очень грамотный человек, богатый человек. Ну, я его теперь называю бараном. Он купил биткоин, когда он стоил 14 тысяч долларов. И продал, когда биткоин упал на 11 тысяч. И я его предупреждал, не продавай, поверь мне, я в этом бизнесе кручусь, я знаю, что я такой, он будет дорогой. Нет, он испугался, что я не продал. И все те люди, которые потеряли деньги в биткоинах, это только те люди, которые продали на падении. Так, чтобы вы запомнили, господа. Все те люди, 100% в мире криптовалюты, которые имели биткоин и не продали его в течение 4 лет, это все те люди, которые заработали баснословные деньги. Потому что биткоин, так же, как любая криптовалюта, так же, как наша мировая биржа, идет вниз, вверх, вниз, вверх. Но в нашей криптовалюте надо держать. Окей, господа. Поэтому, к чему я вам это все начал говорить, чтобы вы слушали внимательно ту презентацию, которую, может быть, вы уже слушали 100 раз. Чего, блядь? Панк-панда. Ценности и концепция. Панк-панда включает в себя личную конфиденциальность технологии блокчейна и систему вознаграждений, которая дает людям отличную возможность абсолютно без риска изменить свою жизнь и жизнь своих близких на несколько поколений в будущем. Возможность получать без риска вознаграждения для себя, для сообществ, ну, для кого угодно. Простые действия, без каких-то особых навыков. Миллионы новых людей получат знания о криптовалюте. И чтобы участвовать, вам нужен... Закрой свой, ебаный рот. Ценности панк-панда. Панк-панда включает в себя личную конфиденциальность технологии блокчейна и систему вознаграждений, которая дает людям отличную возможность абсолютно без риска изменить свою жизнь и жизнь своих близких на несколько поколений в будущем. Предприниматель, миллиардер Джек Джерси сказал, что именно сеть и сообщества, стоящие за этими проектами, являются движущей силой перемен и добра. Сообщество панк-панда превысило 550 тысяч пользователей за первые 120 дней. Господа, мы уже превысили оценку в 1 миллион. Хотя наша система еще полностью не работает. Ну, за нас уже миллион человек подписалось в наше предложение. А теперь послушайте внимательно, и это одна из причин, почему я сделал такое вступление насчет мировой биржи. Что надо делать... Анализируйте. Представьте, если бы был менеджер такой, как WhatsApp или Telegram, который платил вам каждый день только за то, что вы им пользуетесь и делитесь ими с друзьями. Мне как-то написал один человек, не помню имя его. Майкл, а что мне делать теперь? Вот я подписался, что делать дальше? Я у него спрашиваю, у тебя WhatsApp есть? Говорит, да. А у тебя на WhatsApp есть контакты? Да. А как ты их нашел? А я им всем позвонил и дал знать, что я пользуюсь WhatsApp. Говорит, вот мы то же самое. Приложение Панк Панда – это обычное приложение, такое же, как WhatsApp или Telegram. Просто мы в самом начале, и за исключение WhatsApp или Telegram, нам еще за это платят. А теперь представьте, что эти ежедневные вознаграждения являются акциями и компаниями, и вы становитесь акционером компании. Поэтому, господа, нам не просто платят. Каждый из нас имеет процент компании. Мы хозяева. Что это значит? Если завтра нашу компанию решили продать за миллиард, за 10 миллиардов долларов. И ее продали. Ну, во-первых, вы все станете очень богатые люди, потому что наш PPM, я даже не представляю, сколько он будет стоить, если такое произойдет. Но самое главное, даже не это, самое главное, все равно. 15 или вот с ноября уже 14 лет, вы все равно будете получать свои PPM каждый 30, потом 20, потом 15 минут. И никто у вас это забрать не может. Господа, Facebook купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов. Вы представляете себе, кто-то купил бы нас за 19 миллиардов долларов? Не сегодня, может быть, через 2, через 3 года. Кроме того, вы все равно начнете продолжать зарабатывать. Вообще, представляете, что мы все станем мультимиллионерами? Программа Dropbox. Dropbox, может быть, многие из вас и не слышали, может быть, слышали. Dropbox – это такая система на интернете, приложение, где вы можете свои фотографии, видео ставить. Это как система по обмену файлов. Вы можете уставлять файлы там. Она оценивается в 10 миллиардов долларов. У нас тоже будет одна из наших программ, будет, где мы сможем тоже обмениваться файлами или держать их в своей программе. Zoom оценивается в 98 миллиардов долларов. Zoom, где мы сейчас идем, ведем наше видео, нашу тренировку. И у нас тоже уже в этом году, в смысле, не извиняюсь, не в этом году. Ну да, уже в этом году будет Zoom. Ну, ну, я извиняюсь, не в этом году, в следующем. Кажется, в первом или втором квартале 2023 года будет у нас уже работать Zoom. А вам, господа, когда-нибудь кому-нибудь платили за то, что вы пользуетесь этими системами? Нет. Мы сейчас делаем, я держу комнату на Zoom, и я должен за нее платить. Мне никто за нее ничего не платит. Плюс безопасность менеджеров, мессенджеров. Как часто вы говорили о чем-то, а потом начинали видеть это в рекламе внутри ваших приложений? У кого еще есть доступ к вашим сообщениям, разговорам, изображениям? Вы можете быть уверены, что ваши данные в безопасности, и ими никто не управляет? Представляем Panda Application. Панк Панда. Первый в мире безопасный мессенджер, который платит вам за то, чтобы вы им пользовались и делились ими. Это абсолютно бесплатно, и мессенджер вознаграждает вас токенами Панк Панда 48 раз в день. Протоколы шифрования военного уровня защищают вашу личную конфиденциальность и содержат ваши данные в безопасности. Чем больше вы им пользуетесь или делитесь им, тем больше токенов вы зарабатываете. Наш бизнес в принципе и состоит на том, что пользуйся, делись и получай. Очень просто. Наши продукты Panda – безопасный менеджер Panda Post – безопасный обмен файлами Panda Meet – безопасная видеоконференц-связь Panda World – безопасное хранилище файлов Panda Play и Panda Profit Panda Play представляет идеальную возможность играть, чтобы зарабатывать. Для геймеров, имеющих возможность покупать, продавать и зарабатывать внутриигровые токены и NFT. Глобальная индустрия онлайн-игр только в 2020 году оценивалась в 130 миллиардов, а рынки NFT превысили 2.5 миллиардов в первой половине 2021 года. И NFT – это новая, и она только идет вверх, вверх и вверх. Panda Profit позволит людям получить доступ к DFI, которая только в 2021 году выросла на 2200%, до 240 миллиардов долларов. Господа, представьте себе, или только задумайтесь на том, сколько будет стоить наш токен, на какую сумму он поднимется, когда все эти программы начнут работать. Panda 11 – это первое в мире приложение Crypto Fantasy Sport, предлагающее игрокам отсутствие географических ограничений и больше прибыли. Sport Fantasy – это индустрия на 22 миллиарда долларов, растущая на 9,5% в год. Соревнования «Играть, чтобы заработать» считаются играми на сообразительность, которые позволяют пользователям легально зарабатывать деньги прямо со своего компьютера или мобильного устройства. И уже сейчас доступно в Apple Store или Google Play, или просто зайти на сайт panda11.io. Господа, это просто компания, где вы можете вставить ставки на спортивные состязания. Почему она называется Fantasy Sport? Потому что здесь вы можете иметь возможность играть, особенно в тех видах спортов, в которых вы разбираетесь, где вы знаете игроков. Например, баскетбол. Когда идет баскетбол, перед тем, как вы ставите ставки, вы можете выбрать 11 игроков с обоих компаниях. Определенное количество с одной компанией, определенное количество с другой команды. Не больше 11 человек. И так вы ставите ставки, вы играете на этих игроков. И поэтому, конечно, люди, которые разбираются в спорте, и, естественно, профессиональные люди, которые играют на спортивных состязаниях, это просто золотая жила. И мы на этом будем зарабатывать деньги. Потому что каждый человек, который хочет сделать ставку, оно измеряется в долларах. Каждая ставка. 10 долларов, 100 долларов, 1000 долларов. Я примерные цифры называю. Но купить их можно только благодаря PPM. Поэтому, если вы покупаете PPM, вас совершенно не волнует, сколько стоит PPM. Если PPM стоит доллар, и вы хотите поставить ставку в 50 долларов, вы покупаете 50 PPM. Если PPM стоит 100 долларов, а вы хотите сделать ставку на 50 долларов, вы покупаете пол PPM. Поэтому их совершенно не будет волновать эта цена. И эти люди не играют и продают. Они играют и собирают эти деньги, чтобы играть дальше. Поэтому, когда это все начнет работать стопроцентным ходом, опять задайте себе вопрос, сколько будет стоить PPM тогда? Сколько будет стоить, например, PPM через год? Сколько будет стоить PPM через два года? И мы еще поговорим об этом тоже. По Антоакадемии. 20 моделей криптообразования от ведущих преподавателей в области криптографии, финансов, DFI и финтекса. Многие люди напуганы и сбиты с толку, и не знают, с чего начать и кому доверить. Эта обучающая серия помогает новичку начать с нуля и уверенно двигаться вперед, уже не опасаясь всего того, что предлагает рынок. Господа, наша PANDA Академия скоро будет запущена. И ведущие люди, которые стоят, которые будут нас тренировать, стоят, как говорится, у ворот. Двое из них входит в первую пятерку, а может быть даже тройку, самых ведущих специалистов в мире крипты. Нету выше их, господа. Самые лучшие у нас. Я не буду называть сейчас их имена, я уже много раз называл, если кого-то интересует, можете мне написать, и я вам отвечу. Но, господа, задайте себе вопрос. А почему такие люди пришли в нашу компанию? Вы понимаете, что эти люди, двое, Грег и Джаш, они очень богатые уже, они молодые ребята. Ихний заработок зависит от того, какая у них, какая у них, ну, как это правильно сказать, опыт в мире криптовалюты. И оценивая их опыт, за это им платят зарплату, когда они дают свои консультации. Ихни консультации очень дорогие. Но если они пойдут в какую-то компанию, начнут давать консультации, и я, извиняюсь, обкакываются, потому что компания провалилась, то все, что они зарабатывали, все их имя до того, как они пришли в Панду, будет ноль. Ихни деньги сразу, никто им не будет такие платить деньги, потому что они увидят, что они провалились. Кому нужен такой консультант? Поэтому к чему я это говорю? Перед тем, как они пришли в нашу компанию Панк Панда, они ее изучили изнутри, чтобы быть уверенным, что у них не будет проблем. Потому что иначе им этот бизнес не нужен, они уже зарабатывают хорошо, они уже построили свое имя. Они могут только разрушить свое имя. Поэтому когда-то я услышал, что такие люди пришли к нам и стали нашими специалистами, я сказал себе, вау, я в правильном бизнесе. Это тоже очень важная страница. Опять-таки я возвращаюсь, когда я начинал говорить, как важно анализировать. Не говорить, что мы будем завтра там, а проанализировать, что было такого рода компания вчера. И вот, пожалуйста, перед вами этот анализ. Оценка. Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp. Были оценены 18 миллиардов долларов через 4 года их невосуществования. Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp. И мы в первый год подписали 1 миллион человек. И не забудьте, те люди, которые здесь с самого начала, несколько месяцев, мы вообще не могли никого рекламировать, потому что были проблемы, работали над приложением. И мы все равно подписали 1 миллион человек. Бесплатные услуги. И у нас есть бесплатные услуги. И у Zoom, и у Viber, и у Dropbox, и у WhatsApp. Клиентам представлены общие ресурсы для использования сервисов. Zoom, Viber, Dropbox, WhatsApp. И рекордная оценка, или за сколько продано. Ну, мы уже говорили, что WhatsApp был продан за 19 миллиардов долларов, Dropbox 22 миллиарда долларов оценивается, Viber оценивается в 24 миллиарда, Zoom оценивается в 98 миллиардов. Цель нашей компании дойти до такого момента, когда мы будем оцениваться в 50 миллиардов долларов. Ну, чем мы хуже этих всех компаний? Наоборот, мы намного лучше. Никто не может нас подслушать. Но самое главное даже не это. Самое главное нам платят. Да, господа, у нас есть глюки. У нас есть много глюков. Ну и что? Все эти компании, перечитанные мной, они все имели глюки от 2 до 4 лет. После того, как они были запущены. Это нормально. Телеграмм до сих пор имеет глюки. Очень часто большие проблемы перезваниваться, говорить с кем-то по телеграмму. Он бывает срывается. Ну и что? Задайте себе такой вопрос. Просто самому себе. А сколько будет стоить наш PPM через 2 года, когда все будет работать отлично? И все новые проекты, о том, что все наши... Все будет работать. Сколько будет стоить PPM тогда? Смарт-контрактор распределяет новые токены каждые 30 минут. Используй, делись, накапливай и зарабатывай токены. Максимальное предложение 275 миллионов токенов. Обозначено PPM. Листинг произошел 29 июля 2022 года. И он был оценен в начале доллара 50. Если я не ошибаюсь, самое большое дошло до 2 доллара 44. Сейчас где-то 26 или 27 центов. И опять-таки это все нормально. И я поговорю немножко об этом позже. График поставки токенов в течение 15 лет. И как у биткоина, у PPM будет регулярный график халвинга. 2, 4, 8 лет. И я тоже об этом поговорю попозже. График майнинга. Значит, наш первый год, который заканчивается, если я не ошибаюсь, 12 ноября. Нам платит каждые 30 минут. Компания добывает 2100 токенов. И каждые 30 минут 1050 токенов идет нам всем. Тем людям, которые установили приложение. 485 токенов идет тем людям, которые держат в своих кошельках на приложении токены, которые их не продают. 12% или 250 токенов идет тем людям, у которых есть токены на Panda Farm. И 315 токенов каждые 30 минут идет к компании. Ну, для того, чтобы ввести компанию. Потому что это все тоже стоит деньги. После 12 ноября, когда произойдет первый холвинг, будет добываться, следующие два года, будет добываться каждые 20 минут 1050 токенов. 525 токенов будет отдаваться нам, партнерам. Ну, и так далее, и тому подобное. Так как раньше платилось каждые 30 минут, то есть 2 раза в час, теперь будет платиться каждые 20 минут, то есть 3 раза в час. Поэтому добыча уменьшается на 15%. Кажется 15 или 25. Кажется на 15%. И потом, после двух лет, в следующие 4 года будет добавляться 525 токенов и будет нам раздаваться каждые 15 минут. И через 4 года, следующие 8 лет, будет добываться 112.62 токена и уже платиться нам будут каждые 10 минут, то есть 6 раз в час. Значит, всего будет добыто 275 миллионов токенов, 65 миллионов уже было добыто. Это было при продаже токенов, маркетинг, айдрапы, акции для пандараса, АПЛ, листинги, пул, ликвидности и основателей компании и инвесторы. И следующие 15 лет, или с ноября уже следующие 14 лет, будет добыто, а всего вместе за 15 лет будет добыто 210 миллионов токенов. господа, первые в мире достижения в области технологий и инноваций. Первые в мире смарт-контракт с несколькими кошельками. Первые в мире бесплатные приложения для обмена зашифрованными сообщениями, которые вознаграждают вас в криптовалюте. Первые в мире приложения для криптофантези-спорт Panda 11 и первые в мире собственный мессенджер-движок для массового рынка. Господа, мы первые, первые в мире. Сейчас я немножко хочу поговорить, что такое халвинг, что происходит. Но опять-таки, мы не знаем, что происходит, что будет происходить с PPM, потому что мы только начали. Но давайте порассуждаем на какое-то время все вместе станем аналитиками. Давайте проанализируем, что произошло с биткоином. Я, чтобы вы не подумали, я не сравнивал PPM с биткоином. Это две разные монеты. Но то, что происходит с биткоином, от этого зависит большинство, наверное, 99% монет. Как биткоин идет вверх, все идет вверх. Когда биткоин идет вниз, все идет вниз. И если вы можете зайти на блокчейн, есть много программ на Binance, блокчейн, где вы можете посмотреть на все токены одновременно. И вы увидите, что почти все токены сейчас идут вниз. Все идет вниз. Экономика идет вниз, мировая биржа идет вниз. Сейчас просто такое время. Я немножко забегу вперед. Но с самого начала, где-то с 1900 года, 19-е столетие, все шло. Когда была запущена мировая биржа, с этого момента она вот так все время идет вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх. Но потихонечку продолжает все время идти кверху. Поэтому это нормально. Еще раз повторю, это экономика всего мира. Так построен финансовый мир, в котором мы живем. Может быть, вы этого не понимаете, вы можете в это не верить. Это уже не имеет никакого значения. Это факт. Вот так работает наш мир. Окей? И биткоин, я не хочу сказать, что мы когда-то будем стоить 20 тысяч, 60 тысяч, как биткоин стоил. Сейчас аналитики дают такие цены будущего биткоина. Я как раз поговорю об этом. Значит, смотрите, когда биткоин был первый раз добыт, 13 лет назад, первые 4 года было добыто 10 миллионов биткоинов. Следующие 4 года было добыто 5 миллионов биткоинов. Следующие 4 года было добыто 2,5 миллиона биткоинов. И следующие четыре года, в которых мы сейчас находим, будет добыто где-то миллион семьсот, где-то пятьдесят тысяч. Каждый раз, если вы помните, я вначале говорил, что все те люди, которые потеряли в биткоинах, это только потому, что они их продали, когда биткоин пошел вниз. Любой человек, который имел биткоин минимум четыре года и решил продать, это все эти люди, которые заработали сумасшедшие деньги. Поэтому любой человек, который имел биткоин минимум четыре года, это все эти люди, которые заработали на биткоине. Значит, почему нельзя такую монету продавать? У меня есть, у меня, я своей дочке на свадьбу подарил 400 биткоинов. И она их еще не продала ни одного. У меня у самого сейчас было 70, я один продал, купил машину, еще одну, и у меня 69 биткоинов. Я не продал. Я мог это все продать, когда у меня биткоин дошел до 65 тысяч долларов. Умножьте 65 тысяч долларов, тогда у меня было 470 биткоинов. Умножьте, сколько я мог бы заработать. Я уверяю, 99% людей на этой планете не имеют таких денег. И мне больше ничего не надо. Но я не продал. Потому что я знаю, мне это уже не нужно, это останется моим детям. Потому что это поменяет будущее не только моих детей. Детей моих детей, моих детей, моих детей. Много поколений вперед. Я не продал, потому что я понимаю, как это работает. Когда биткоинов было добыто за 4 года 10 миллионов и за следующие 4 года 5 миллионов, это каждые 4 года добыча биткоинов падает в 2 раза. Это называется халвинг. По всей статистике за последние 12 лет или 13 лет. Каждый раз, когда происходил халвинг, то в течение следующего года биткоин доходил до пика в тот момент. И после этого он начинал падать вниз. И это происходит уже где-то 3 раза. В течение 12 лет. Это уже факт. Последний раз, когда был халвинг 2 года назад, то это тогда, когда биткоин поднялся почти, если я не ошибаюсь, до 65 тысяч. И потом он начал падать. И это нормально. До этого он поднялся почти до 20 тысяч и потом начал падать. Я помню, когда биткоин упал, если я не ошибаюсь, с 10 тысяч до 179 долларов. И все мои друзья меня подкалывали и говорили, что у меня крыша поехала, я все потерял. А я пошел и купил еще 100 биткоинов. Это единственный раз, когда я купил. До этого я зарабатывал биткоины тем, что я их добывал. Когда биткоин упал до 180 долларов, я пошел и купил 100 биткоинов. Но я потратил 18 тысяч долларов. Я рисковал. А потом эти 100 биткоинов я продал, когда они поднялись до 18 тысяч. Я заработал 1 миллион 800, потратив 18 тысяч долларов. Вы знаете, что мне друзья сказали мои, которые меня знают хорошо? Что я им не объяснил, как надо. Иначе бы они тоже вложили бы деньги. Если бы я знал вчера то, что я знаю сегодня, все было бы по-другому. Мы все умные в тот момент, когда уже произошло. Но большинство людей боятся вкладывать, боятся анализировать. И поэтому не буду говорить, что они делают. Так вот, следующий халвинг у биткоина произойдет через 2 года. Если я не ошибаюсь, в апреле 2024 года. То есть через 2 года. И аналитики, аналитики в мире крипты, которые проанализировали, что происходило за последние 12 лет, они анализируют, что произойдет за следующие 2 или 3 года. Аналитики говорят, что биткоин в течение следующих 2 лет может еще упасть до 10 тысяч или подняться до 32 тысяч. Но как только произойдет следующий халвинг, то в следующий год до 2025 года биткоин может стоить от 150 тысяч до 250 тысяч долларов за монету. Опять-таки, господа, еще раз повторю, чтобы вы поняли. Это не гарантированно. Никто не знает, что будет через 2-3 года. Но вот на этом и построена экономика всего мира. Вот благодаря этому, как говорится, люди все вышли. Я не знаю, правильно сказать людей. Самые богатые люди в этом мире, миллиардеры. Вот на этом они зарабатывают деньги. А чем мы хуже? Вся проблема только в том, что бедный человек, почему он бедный? Он никогда никому не верит. Он боится рисковать. Он все знает и ничего не делает. А люди богатые, они знают, что они делают. Они рискуют. Да, конечно, надо рисковать деньгами, которые ты не боишься потерять. Ты не можешь рисковать деньгами, которые у тебя нет. Но всегда можно начать с маленького. Панда-приложение бесплатно. От вас требуется только телефон. Больше от вас ничего не надо. И вы можете работать. И все равно приходят люди, жалуются. То не работает, это не работает. У меня иногда голова кругом идет. Если вы только почитали письма, которые мне присылают, я просто обалдеваю. Могут быть, многие уже меня не любят. Я имею в виду злые. Потому что мне письма присылает. Майкл, почему ты так нам грубишь? И то, и пятое, и десятое. А что я говорю? Господа, приходите на тренировки, и вы получите ответы на ваши вопросы. У меня нету время тратить на всех, потому что это уже невозможно. Слава Богу, структура очень большая. Это только у меня на моих 12 уровнях 174 тысячи человек. У нас, я не знаю, уже, наверное, 1400, может быть, больше русскоязычных. Поэтому на всех, в сутках только 24 часа. И у меня только две руки. Я знаю, что многие лидеры, многие среди нас, многие, которые находятся сейчас в этой группе, я не хочу называть все именно, потому что я могу кого-то забыть, поэтому, чтобы мне было обидно, но многие из вас, я вижу, я слежу за группами, отвечают на вопросы, и отвечают правильно, и спасибо, я преклоняюсь перед такими людьми. Господа, заработать деньги и построить большой бизнес в одиночку невозможно. Только все вместе, когда мы сплоченные, все вместе мы построим гарнизационный бизнес. И все к нам придут, потому что наш продукт нужен всем. ППМ, просто еще не все об этом знают. Так вот, господа, задумайтесь, что произойдет, когда будет халвинг у биткоина и в течение следующего года. Потому что если он подойдет до 150 тысяч, вы даже себе не представляете, сколько будет стоить ППМ. Кстати, первый халвинг ППМ 12 ноября. А что произойдет у нас через, в течение следующего года после этого? А что произойдет с ВППМ, когда все наши программы будут работать, когда приложение будет работать без проблем? Зачем кому-то говорить, разговаривать с человеком по WhatsApp, когда он может то же самое будет, сможет делать на нашем приложении, и еще он за это будет платить? И чем больше людей будет подходить, то и цена тоже будет изменяться? Сейчас, господа, я вам дам возможность задать мне пару вопросов. И перед тем, как вы будете задавать вопросы, пожалуйста, пишите, чтобы я мог буду читать вслух, и потом отвечать на него, чтобы всем это было слышно. Моя большая просьба к вам, не спешите, не спешите писать, смотрите внимательно, какой был задан вопрос, чтобы вы не повторялись, и чтобы не писать слишком много, чтобы у меня все улетает вверх, и мне будет потом тяжело находить, только тратить лишнее время. Перед тем, как вы начнете задавать вопросы, я хочу вам сразу сказать такую вещь, потому что это одно из самых больших количеств вопросов. Кто-то мне пишет, мой аккаунт заблокировали. Что значит заблокировали? Он пытается зайти в приложение и на телефоне, и также на веб-сайт, потому что если у вас проблемы, я вам сразу скажу, зайдите на веб-сайт тоже, наше веб-сайт, вы все должны знать, это punkpanda.io. Там то же самое, вы можете зайти, установить код страны, ваш телефон, и вам пришлют код на вашу электронную почту, и вы сможете зайти и посмотреть, что у вас творится внутри системы, сколько у вас людей, сколько вы заработали, и так далее, и подобное. Если там работает, а вы не можете зайти с телефона, значит, вам нужно убрать ваш телефон с вашего, я извиняюсь, вам нужно будет сначала зайти в сеттинг вашего телефона, найти там панду, зайти почистить каше, и после этого убрать панда-приложение с телефона и скачать заново. И в принципе, в основном, все люди, которые мне обращались с такой проблемой, они мне потом писали, что все заработало нормально. Есть люди, которые пишут и на телефоне, и на веб-сайт, вставляют свой телефон, и им пишется, телефон не найден. Если такое произошло, вы должны тогда написать лично мне, на ватсап. И чтобы не было так, что мне пишет дистрибьютор, мой партнер, у одного моего партнера такая проблема. Игнорирую, сразу говорю, не обижайтесь, я буду это игнорировать. Мне нужно, чтобы лично этот человек, у кого проблема, написал мне коротко и конкретно, что произошло. Чтобы не было письмо вот такое здоровое. Мне надо конкретно, что произошло. Ты можешь зайти, а почему, зачем меня это не интересует. И я тогда этому человеку позвоню и скажу конкретно, какая информация мне нужна. Почему мне нужно, чтобы человек мне писал именно тот, у кого эта проблема произошла. У меня есть свой контакт на суппорт. Но если я это отправлю в суппорт, иногда мне пишут или звонят и задают вопрос. И чтобы не был испорченный телефон, я должен позвонить этому конкретному человеку или написать, чтобы он мне ответил как можно быстрее. А не искать опять, чей это партнер и так далее и тому подобное. Поэтому если у вас такая проблема, или какая-то любая проблема, из-за которой вы не можете зайти в кабинет, если у вас что-то происходит, только после того, как вы сделали все то, что я только что сказал, и все равно не работает, только тогда пишите мне. Но не пишите за своих партнеров, сами лично пишите мне. Вот первый вопрос. Как заработать уже сейчас на росте цены PPM? Если вы хотите заработать на росте PPM, вы можете его купить. Я сейчас не буду рассказывать и делать тренировку, как это делается, как можно купить PPM. Это все можно купить, я не помню, кажется, на последней или предпоследней ролике, который выставлен у нас в группе, там Андрей делал, коротко показывал, он обещал, сейчас он очень занят, он обещал при первой возможности сделать это на русском языке, показать, как можно купить PPM. Это уже есть на английском языке, на русском пока нет. Я сам PPM пока ничего не покупал, не купил, я уже сделал свою инвестицию. У меня на сегодняшний день где-то, наверное, 420 тысяч PPM. Поэтому пока я больше ничего не покупаю, пока я только работаю, и вся моя концентрация строит структуру. Где купить? Это вы должны зайти на фарму. Вот вам Виталий, спасибо Виталий, Виталий только что скинул ссылку, где это можно купить. Господа, по тем вопросам, которые вы мне задаете, и основная, наверное, 90% вопросов, которые мне пишут, мне говорит о том, что люди совершенно не заходят в нашу группу и не смотрят информацию. Господа, я создал две группы. Одна на Facebook, одна на Telegram. Это закрытые группы. Я не даю возможности никому не задавать никаких вопросов. Этому есть причина. И в этих группах я выставляю все новости, все записи наших встреч, вся информация находится в этой группе. Если каждый из вас, или любой человек, у кого есть вопрос на любую тему по бизнесу, если вы зайдете в нашу группу, я советую зайти в самое начало и послушать все ролики, у вас больше вопросов не будет. И самое главное, что вы сможете ответить своим партнерам без запинки и без проблем. Поэтому, господа, это очень-очень важно, чтобы вы посещали эти группы. И если вы хотите, вы можете создать свою группу, копируйте информацию в моей группе, выставляйте, но люди должны тренироваться. Потому что, когда я смотрю, мне задают один и тот же вопрос, вопрос, на который уже есть ответы сто раз. Вы меня извините, я не хочу к вам придираться, но я к бизнесу отношусь очень серьезно. Это одна из причин, почему я стал такой успешный. И если у кого-то нет времени зайти в группу и посмотреть ответ на все вопросы, то у меня, так же, как у многих лидеров, нет времени повторять одни и те же ответы. Вот, большое спасибо, Виталий. Вот, Виталий, вам скинул в чате всю информацию. Пожалуйста, скопируйте эту информацию, засейвайте себе на компьютере, на телефоне, чтобы она у вас была всегда под рукой. И тогда вы всегда сможете получить ответ на любой вопрос. И почему это очень важно? Это важно не только для вас. Как только вы стали дистрибьютором в нашем бизнесе, у вас, перед вами стоит большая ответственность перед теми людьми, которые придут, пойдут за вами. Вот человек задает вопрос, есть ли возможность вернуть своего партнера, который случайно подпал под другого человека. Окей. Насчет возвращения партнеров. Пока, пока этой возможности нет. Но у меня предупредили, что когда они... Я не хочу впадаться в техническую информацию. Когда все будет настроено, они дадут возможность это сделать. И когда вы говорите, человек попал по ошибке, если он сам пошел, подписался под неправильным человеком, это значит, это его спонсор. Спонсоров менять нельзя. Только в том случае, если вы подписали человека сам лично, и он попал по какому-то глюку к другому, такого человека я смогу перевести. И этот человек, когда придет время, я это дам информацию, когда это можно будет сделать на нашей группе, и только в нашей группе. Будьте здоровы. И только в нашей группе. И мне нужно будет, чтобы именно этот человек вышел со мной на связь, и я ему скажу конкретно, что нужно будет сделать. Окей, господа, я буду заканчивать на этом. Большое вам всем спасибо. Я сейчас заканчиваю запись, но я вам еще дам возможность задать мне вопросы. Значит, я сделаю запись и выставлю ее на YouTube, в нашей группе. И единственное, ко мне большая просьба, господа, если вы посмотрели эту запись, и вам это понравилось, поставьте лайк. Все, большое спасибо, господа. До следующего раза.